так доброго времени суток значит хотел я просто на минутку остановиться на моменте видео мы назовем срочно нужен нужна даже помощи тогда помогать а тут нужен совет значит я не слесарь довольно таки сложно я не хочу в принципе вот это все вникать не люблю я вот работу именно с металлом по столярке да это можно сказать любимое дело вот не люблю я вот слеза и все такое вот значит далее делать слесарю токарю вот соломорезку раньше нарезалась на обыкновенной такой сельской то что называется сичкарня или как там как там кто называет не знаю как вот соломорезка короче обыкновенная такая у нее недостаток в том она садится на пяти тюках соломы вот и после а 20 тюков это вообще проблема нарезать неудобно поэтому начали делать вот такую сломорезку и значит что с ней это трехфазная значит агрегат имеется ввиду сам движок привод сделан напрямую к сожалению сейчас она не подключена потому что надо спиндерить сюда вилку вот сейчас ее пока нет вот значит тут какие-то пусковики пусть так вот аппарат довольно таки как видите по объему вот этого мотора довольно таким мощный там по моему три с половиной киловатта и я не помню вроде ты 3000 оборотов прямая прямой привод без шкивов без ничего на вот этот агрегат из положительных сторон сразу нужно сказать что сделан довольно таки хорошо значит центрован он тоже очень хорошо ничего не бьет работает удивительно тихо при таком объеме мотора работают он фактически как тише кухонного комбайна довольно таки приличная мощность и скорость это из положительных факторов но некоторые факторы здесь немного и в то же время так сказать расстроили вот это все дело расстроил или почему вот видите здесь уже какой-то лежит полено но здесь ясно что лежит не зря значит что происходит не буду я нет возможно сейчас подключить все не в этом значит что происходит если вбрасывать сюда маленькое количество солома он его просто выплевывает просто выплевывает если бросить чуть больше соломы она начинает сразу залепливает видите такой смесью большой и мелкой она короче залепливает вот этот выход и начинается лома просто не может никуда деться и она начинает молоть ее там внутри превращая вот такую в пыль фактически вместе с какими-то такими опилками вот видите вот такая вот такое получается то есть фактически на данный момент агрегат не работает не работает по причине одной и сейчас мы посмотрим внутри значит внутри у нас вот что то есть мастер вообще как вы видите такую бочку вы где-то должны были видеть я не буду скрывать что это делалось по видео тетюхина и первый даже аппарат соломорезка один делалось по его аналогии значит устоял диск поставили ножи но к сожалению мастер как-то четким таким рекомендациям отнесся своеобразно то есть проигнорировал все полезные советы тетюхина и то что он 7 раз ее переделывал и сделал все равно по-своему поставил здесь вот эти ножи ножи были длинные потом какие-то верхние еще вот эти короче штуки там у него целая система ну как это все центрировать у тетюхина имеется ввиду а мастер делал по-своему после первого запуска обороты здесь по моему 3000 то есть здесь скорость такая что просто турбулентность которая возникала внизу привела к тому что ножи отклонялись и стояли верхние стояли между ними должны были ходить нижние то есть они металл сам по себе настолько отклонялся что по отрубовал это все изогнул то есть диск короче все прогремело и на этом все закончилось переделывать или доделывать догибать это все не стали и взяли чтобы отвязаться от этого всего мероприятия сделали вот такую такой диск просто как видите вот так он вращается и вот происходит такое измельчение солом ну в общем и целом это получилась хорошая овощерезка она бы наверное прекрасно рубила капусту буряк там еще какие-то зелень там может быть там крапиву яблоки но вот как соломорезка здесь есть свои технические такие недостатки которые в принципе надо исправить главным недостатком является то что ножи стоят в одной плоскости то есть при такой скорости оборотов даже вот эти болты создают определенные движения воздуха ну и сам мотор ну вот это железки тут еще доварены какие-то проволочки видите но турбулентности достаточно для того чтобы создавать давление воздуха внутри и выдавливать то есть вот эти опилки наружу здесь не создается вообще во первых я бы когда делал а мне придется это само доделывать то я бы не ставил два ножа в одну плоскость вот собственно говоря первый вопрос уже к специалистам может быть кто-то что-то делал и вот такое подобное может уже имеет опыт чтобы я я специально не спешу его переделывать надеюсь на ваши полезные советы может быть есть техники слесаря которые уже имели вопрос этим делать и вы мне посоветуете я сделаю соберу воедино то что я себе придумал то что вы мне посоветуете и сделаю с первого раза чтобы было все классно но главный недостаток от этого агрегата в том что здесь нету турбулентности скорости и мощности не смотрите что это шайбочка такая маленькая меня сначала самого были большие сомнения что о такой маленьком объеме как это все будет резать это будет долго скорость и мощность такая что здесь можно напилить там по моему за два часа то что на обыкновенной соломорезке будешь делать целый день то есть огромная довольно таки должна быть производительность но но нету турбулентности то есть она не выдавливает готовый продукт сюда значит это сделаны ножи из пил для распиловки древесины там от этой от пилорамы то есть есть там такие большие диски это вырезал довольно таки прочный металл который будет хорошо это все резать но вопрос в том как создать здесь турбулентность лично я хочу идти путем меньшего сопротивления не хочу добавлять здесь каких-то лишних каких-то лопастей и все остального неизвестно как она себе поведет как будет двигаться значит я вам скажу мои размышления и жду на ваши советы и комментарии по этому вопросу значит первое чтобы я подумал я бы это развести вот эти ножи два из из одной плоскости то есть проложить между ними ну например еще гайку одну взять подоль дольше вот эти болты положить гайку потом развести в две разных плоскости на какое-то расстояние и поставить верхний нож чтобы они были в двух плоскостях как лопасти у вертолета это одно теперь второе как создать турбулентность вот мое размышление вот такое я надеял то есть гнуть вот этот диск не получится скорее всего никак потому что здесь металл от диска распиловочного то я думаю что этот металл будет плохо гнуться тем более непонятно как это значит я возьму размерею вот эту штуковину потом скорее всего вот так вот сделаю прорез болгаркой ну и насквозь а скорее всего так сделаю надрез для того чтобы можно было чуть-чуть завернуть вот эту лопасть вот здесь получится вот эту край подвернуть и а вот таким образом под углом что-то наподобие как сказать высота мера в как у самолета вот сделаем чуть-чуть завернуть этот край и еще раз повторю что здесь 3000 оборотов скоро здесь такая что любое изменение вот тут этого угла просто-напросто здесь можно и просто перпендикулярно угольнику это поставить но это уже будет другое то есть он будет делать упор на воздух тем более тяжелый угольник ну и опять же таки будет добавлять каких-то непонятных я просто хочу вот это дело пропилить аккуратно подогнуть и проварить уже изнутри то есть закрепить по внутреннему краю чтобы это все не отломалась не отвалилась теперь вопрос другой стоит ли делать с двух сторон то есть вот эту штуку заворачивать в одну сторону можно сделать а можно сделать с одной стороны то есть ее загнуть внутрь то есть вниз делать вот эту лопасть а с другой стороны вот здесь сделать ее вверх подогнуть эту лопасть то есть эта лопасть будет подгребать чтобы ничего не ложилась под винтами, не вот это видите как, это все лежит и нечем это поднять, потому что турбулентности не хватает, оно себе нагло и ножи крутятся там сверху, а вот это все внизу, то есть что-то должно это все сдувать отсюда и в то же время здесь опять же таки, это какое-то давление нужно создавать, потому что воздуха, чтобы создавалось, значит верхняя лопасть, она будет давать уже вот это завихрение значит они будут угловыми, то есть основная масса турбулентности будет создаваться по внешнему кругу, по центру как бы так подумать логически, если тут не будет самой лопасти, то по центру здесь давление в принципе, я так думаю оно должно бы создавать какую-то такую завихренность, но куда она будет работать, эта завихренность, вверх или вниз, это уже немного другой вопрос если бы, мне так кажется, почему это важно потому что, если турбулентность создается таким образом, что давление будет создаваться сюда, как на вытих как на выдувание в вентиляторе, то естественно у нас получится хорошо, потому что отсюда будет забирать пыль и выдувать ее вместе с соломой будет выдавать сюда но может получиться и противоположная ситуация, когда вместо того, чтобы выдавливать туда оно будет это все измельчать, молоть и выдавать это все вверх вот в это все, в этот дымоход ну вот такой получается здесь дилемма, поэтому и спрашиваю у тех, кто это все делал все-таки не надо мне советовать там взять все на новое там сделать или еще что-то вот я буду все-таки изначально то есть дорабатывать вот этого состояния, пока оно у меня не заработает потому что здесь была такая ситуация здесь вот это как-то забивается а все остальное деваться некуда и начинает отсюда под такой дым типа вот этой пыли, соломы и всего остального а нужно нужно чтобы оно выдувало вот это сюда вот такие размышления меня беспокоят как это все дело довести до конца ну уже все остальные моменты потом доделаются мне, например, она немного низковата то есть чуть-чуть работать неудобно когда вот работать, то приходится как-то и вообще желательно было вот этот тяжеленный мотор тяжеленная штука здесь вообще поставить на какие-то колеса чтобы ее можно было легко транспортировать или вообще сделать такую мобильную то есть куда надо там поставить камере вот такая эпопея про соломорезку вот поэтому буду благодарен всем кто откликнется на на вот это дело и дадут мне полезные советы или относительно моих размышлений скажут как 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 ну насчет моего видения как это все переделать ну я хочу простым таким самым простейшим способом это дело не хочу мероприятие ну и кстати относительно вот еще одно сказал и значит здесь делаем пропил может быть даже больше вот эту штуку заворачиваем подгибаем сделаем сварку с другой стороны сделаем то же самое только внутрь туда завернем вот такая вот противоположная она будет крутить эти пока оставим в покое чуть-чуть на какое-то время там дальше посмотрим немножко тут и тоже получается если задействовать например эти сделай две вверх а вот эти сделай две вниз был бы тоже неплохой вариант они бы стояли бы друг напротив друга не знаю как если потому что переделать уже не будет возможности если загну вниз это вверх то для того чтобы задействовать этот нож то это уже придется если допустим это два ножа получается с однаковой динамикой тут получится два вверх тут получится два вниз и как-то будет вот такая вот ну не знаю неравномерность не знаю насколько это будет хорошо вот поэтому пока не делаю надо вот задаешь вопрос это в космос я его отправляю где-то должно прийти правильное рациональное решение ну и еще один момент если турбулентности не будет хватать я уже сказал ножи развести в две разные плоскости добавить вот эти углы и если этого будет недостаточно то еще мне кажется можно попробовать сделать то же самое то есть сделать надпил вот здесь подогнуть на одинаковые углы две вот этих стороны то есть поднять вверх вот так и вот это вверх вот так то есть одна плоскость будет ниже а другая плоскость будет мало того что чуть-чуть надогнута и еще будет с этими косыми ну вот такими закрылками О, точно как у самолета, это закрылка называется И с этими закрылками И я думаю в этой плоскости Оно будет создавать Довольно-таки приличное давление Раньше я что-то думал Что бочка маловато, надо что-то добавлять Но вот именно чем больше мы будем Увеличивать вот этот объем Тем меньше турбулентности будет происходить у нас Внутри вот этой емкости Поэтому Вполне вот этого достаточно Я себе просто представил Как это должно все работать Если бы это все было правильно Вот И эта крышка нужна Потому что при открытом состоянии Там давление воздуха вообще не создается То есть все по пути наименьшего сопротивления Все будет выбрасываться Вверх А крышка создает уже какое-то замкнутое пространство И оно как-то должно работать Не знаю Я тоже не попробовал проверить Что будет происходить Если бы эту штуку закрыть То есть здесь сделать упор Как давление от вращения этих винтов Работало бы на вот этот выброс Но там особо не было над чем работать Потому что полностью сырой агрегат Еще сейчас далек от совершенства Ну и вот такое На этом Хватит болтать на пустом месте Жду с огромным нетерпением Ваших комментариев и полезных советов Они будут полезны только мне Но и другим людям Которые будут что-то подобное сооружать И заранее всем благодарен С каналов Анимашемскул Макс Селлер Подписывайтесь на канал Ну и следите Чем закончится Вся наша Эта турбулентная Эпопея С саламорезкой